Добрый день! Сейчас все говорят о страшной эпидемии, которая уносит жизни людей. Она вызывает страх и панику. Я тоже не осталась в стороне. Но поскольку ничего не знаю о реальном состоянии дел и думаю, что только в исторической ретроспективе можно до конца понять события дня сегодняшнего, расскажу о другой ужасной болезни, от которой также гибли люди в разных концах света. Случилось это в средние века. Как предполагают ученые, возникла она в пустыне Гоби, там, где сейчас проходит граница Монголии и Китая. Принесли ее людям мелкие звери, которые, подгоняемые происходившим тогда глобальным похолоданием, а значит и сложностями с поиском пропитания, в больших количествах стали приходить к жилищам людей. Особую роль сыграли в этом сурки, считавшиеся у монголов деликатесом и источником хорошего меха. На них с радостью охотились, а в довесок к добыче получили чуму в 1320 году. Для дальнейшего ее распространения важными оказались как минимум два фактора – Великий Шелковый Путь, который пролегал через Монголию, и вездесущие крысы, ставшие отличными носителями для блох, зараженных вирусом. Любопытный медицинский факт – у блохи в результате болезни возникает пробка в пищеводе, и она вынужденно сплевывает мокроту во время укуса носителя. По торговому пути болезнь сначала отправилась в Китай, где унесла много жизней, потом в Индию, которой досталось меньше. Зараза посетила Центральную Азию, заглянула в Золотую Орду и пришла в Крым в 1346 году. Оттуда с генуэзскими кораблями приплыла дальше в Европу в 1347 году. Она свирепствовала в Италии, Франции, Испании, Англии, Шотландии, Ирландии, Скандинавии. В 1352 году попала в Псков, а в следующем – в Москву. Заходила в Польшу, Болгарию, Румынию, Грецию. Это было не первое посещение европейских территорий смертоносной гостей. Она там уже бывала при императоре Юстиниане первым. Но, пожалуй, именно теперь европейские жители более всего подходили для ее приема. Отвечая на вопрос «почему», стоит учесть множество факторов. Первым из которых была погода. Дело в том, что в результате похолодания возникли проблемы с урожаями в течение нескольких лет, что привело к великому голоду. Нехватка витаминов и других полезных для организма элементов привела к сильному ослаблению иммунитета. Добавьте к этому вспышки оспы и проказы, и получится совсем безрадостная картина на момент прихода чумы в Европу. Второй фактор – религиозный, который влиял на все сферы жизни человека. Средневековая Европа – территория христианская, причем в самом консервативном ее проявлении. Считая все, что было до прихода Христа греховным, церковь монотонно уничтожала наследие своих бывших гонителей. Храмы древних богов разрушались или захватывались для своих нужд. Закрывались философские школы, как источники ереси, несовместимые с библейским текстом. Последней была закрыта Академия Платона в 529 году, еще при Юстиниане I. Сжигались нехристианские книги. Этот процесс был настолько массовым, что в Европе в итоге не осталось античной литературы. Она вернулась сюда намного позже, вместе с крестоносцами, которые привезли тексты, переведенные на арабские языки. Таким образом, мы получаем основную массу неграмотного населения, запуганного страхом Божьим. Этот факт только на первый взгляд кажется косвенно влияющим на распространение чумы. Языческая культура была настолько чужда христианской, что уничтожались все ее достижения вплоть до водопровода и канализации, которые просто засыпались мусором. Да и зачем последователям Христа такие достижения античности? Ведь тело – это греховная темница для души, поэтому следить за ним, мыть и содержать в чистоте не только не нужно, но и вредно. Так утверждалось в средневековой теологии. Поэтому как минимум в монастырской среде этого совета придерживались, но и светские жители не увлекались гигиеной. Известен факт, что обычай мыть руки перед едой пришел с востока вместе с крестоносцами, а ели, помогая себе руками. Поэтому вполне логичными были постоянные расстройства желудка. Дальше возникает вопрос о туалетах. Источники дают противоречивые сведения. От наличия уединенной комнаты в каждом замке, а то и не одной, до отсутствия туалетов вовсе. Испражнения в окна, в углы и под каждым кустом в саду. Но даже если придерживаться первой версии, что у высшего сословия с этим все обстояло хорошо, то простые люди были обделены подобной роскошью и выливали помои и содержимое ночных горшков из окон. Хорошо, если при этом кричали «поберегись». В таком случае мы можем отлично представить себе состояние этих самых улиц, не говоря уже о запахе, царившем в городах. Стоит добавить, что крысы жили рядом с людьми, а блохораспространитель, который сейчас встречается только на крысах, тогда обитала и на людях. По великому торговому пути в Европу приехал шелк и сразу вошел в моду, потому что с него блохи и вши скатывались. Наткнулась в интернете на такой вариант, что падали они не потому, что скользко и зацепиться не могут, а из-за того, что электризовался материал. Сама не проверяла, поэтому поделиться опытом не могу. Блохоловки вошли в обиход ближе к 15 веку, причем были они нескольких вариантов. Мех мертвого зверя, на который насекомые забирались, а потом их просто стряхивали. Живые животные, привлекавшие больше блох тем, что они теплее человека. И коробочки с медом мыли смолой, куда насекомые прилипали. Но в рассматриваемое нами время такой роскоши еще не придумали. Христианство с большим недоверием относилось к медицине, поскольку та занималась телом. А как я уже говорила, этот элемент человека не достоин внимания. Медицина на тот момент реально не могла ничего противопоставить болезни. Пожалуй, самые полезные советы состояли в добровольной изоляции для профилактики, а для излечения хорошо кушать и ждать, что болезнь пройдет сама. Какие же еще варианты лечения практиковались в средневековой Европе 14 века? Начнем с самых авторитетных, тех, что советовала церковь. С христианской точки зрения чума была наказанием за грехи человеческие, а значит, главное лекарство – это страх Божий. И, конечно, подношение. Испуганные люди приносили в храмы все в надежде излечиться или чтобы болезнь их не тронула. Главным способом профилактики заражения было бегство. Но не все тут было гладко. Убегая из чумного города, человек с большой долей вероятности вез заразу с собой, иногда и не подозревая об этом. Но и в новый город, в который он стремился попасть, въехать было непросто. Часто городские ворота закрывались, не принимая чужаков. Возможность уехать во все времена была у состоятельных граждан. В виде их бегства остальные думали, что те нарочно отравили город чумными мазями или порошками, чтобы избавиться от бедного населения. Любопытно, что богачи были уверены в обратном. Чума – это способ извести богачей и забрать себе их имущество. Другими распространителями чумных мазей и порошков считались дьяволопоклонники, прокаженные, конечно, евреи, которые, как в известной поговорке, специализировались на отравлении колодцев. А еще мусульмане, путешественники, юродивые и все, кто вел себя как-то необычно. В городах оставались чумные доктора. Чаще всего они были молодые и неопытные. Ими двигала надежда быстро разбогатеть. Для того, чтобы спастись от болезней, они носили верхнюю одежду, натертую воском. А на лице – маску. Помните венецианскую маску «Доктор»? Это реальная маска докторов того времени. Длинный клюв, который набивался цветами и травами, чтобы они фильтровали воздух и не пропускали заразу. Но вернемся к рецептам излечения. Что же советовали доктора и народная медицина? Для того, чтобы вытянуть яд, нужно прикладывать к бубонам, воспаленным лимфатическим узлам, шкурки жаб и лягушек, драгоценные камни и магниты. Для того, чтобы спастись, нужно раскаяться и носить белые одежды или бичевать себя. Для того, чтобы вылечиться, нужно пойти в оживленное место и передать болезнь как можно большему количеству людей, чтобы у носителей инфекции не осталось. Закончилось. Для того, чтобы не заразиться, носили амулеты в виде серебряных шариков с ртутью внутри или мешочков с мышьяком. Венецианцы отвели специальный остров, на котором в течение 40 дней должны были находиться те, кто прибыл из места распространения эпидемии. Так появилось понятие карантин от итальянского «кварента» – 40. На этом же острове хоронили всех покойников. По имени монахов святого Лазаря, которые ухаживали за больными, остров получил название Лазаретта. Закончилась эпидемия чумы в 1353 году, но возвращалась она много раз до XIX века. Согласно различным источникам, от болезни погибло от 30 до 80% населения. Рабочих рук стало не хватать, а потому работники стали требовать более высокую плату, что в итоге привело к падению феодальных отношений. Все попытки сохранить сословные различия на законодательном уровне в итоге ни к чему не привели. Активизировались попытки механизации производства, а пока на работу стали брать женщин. Некому было обрабатывать землю, и сельское хозяйство переключилось в большинстве своем на скотоводство. Земля подешевела, не хватало священников, поэтому к службе допускались малограмотные и суверенные люди. Невозможность церкви справиться с чумой лишила ее беспрекословного авторитета и дала возможность для развития светских сфер, в том числе и медицины. Как вы видите, страшная эпидемия происходит не впервые в человеческой истории. Теперь она снова пришла внезапно и, как хозяйка, расхаживает по всей планете. К счастью, со времени средневековья медицина сильно продвинулась, поэтому сейчас у нас гораздо больше шансов выжить. Желаю здоровья вам и вашим близким. Берегите себя!